Как не умереть от болезни почек Почечная недостаточность может быть как предотвращена, так и вылечена с помощью диеты на растительной основе. И неудивительно, почки в высшей степени сосудистый орган. Исследователи Гарварда обнаружили три существенных диетических фактора риска для снижения функции почек. Животный белок, животный жир и холестерин. Животный жир может изменить фактическую структуру наших почек. Как показывают исследования, пробки жира буквально забивают почечные сосуды. Это обнаружено при вскрытии почек человека. Животный белок может оказывать огромное влияние на нормальное функционирование почек, вызывая так называемую гиперфильтрацию, увеличение нагрузки на почки, но всё иначе с растительным белком. Ешьте тунца, и вы увидите повышение почечного давления, которое растёт в течение 1-2-3 часов после еды, как для недиабетиков, так и для диабетиков. Мы не говорим о неблагоприятных эффектах, развивающихся десятилетиями, а буквально за несколько часов после попадания животной пищи к нам в рот. Теперь, вместо того, чтобы съесть бутерброд с тунцом, лучше съесть бутерброд с тофу, с точно таким же количеством белка. И что мы увидим? Ничего. С растительным белком не связано никаких проблем. Почему животный белок вызывает реакцию перегрузки, а растительный нет? Это, по-видимому, из-за воспалительного эффекта, вызываемого потреблением продуктов животного происхождения. Откуда мы это знаем? Потому что если вы примете мощное противовоспалительное средство вместе с этим тунцом, вы можете отменить гиперфильтрацию, белковый выброс в ответ на употребление мяса. Затем кислотная нагрузка. Продукты животного происхождения – мясо, яйца и молочная продукция – вызывают образование кислоты в почках, что может привести к аналикулярной токсичности, повреждению крошечных тонких, мочесоздающих почечных канальцев. Продукты животного происхождения, как правило, закисляющие, особенно рыба, которая подчас даже хуже, чем свинина и птица. В то время как растительные продукты имеют тенденцию быть относительно нейтральными или на самом деле ощелачивающими в противовес кислоте. Таким образом, ключ к прекращению прогрессирования хронических заболеваний почек можно найти на овощном рынке, а не в аптеке. Неудивительно, что растительная диета использовалась для лечения заболеваний почек на протяжении многих десятилетий. Утечка белка при обычной диете с низким содержанием натрия, которая является по утверждению врачей причиной ухудшения функции почек. Переход на веганскую диету, а затем на обычную, на растительную, затем вновь на обычную и опять растительную. Как включение и выключение дисфункции почек, как выключатель света, основанный на том, что вы кладете себе в рот.